Спокойная уравновешенная поза, застегнутый на все пуговицы плащ и рабочие сапоги с непропорционально большой головой. Именно такой она и была у Валерьяна Владимировича Куйбышева, человека, который провозгласил в Самаре советскую власть. Фигура революционера высотой в 7 метров стоит на пятиметровой тумбе. В Самару Валерьян Куйбышев приезжал дважды и каждый раз в марте. Сначала в 1916 году, бежав из Иркутской ссылки, затем после освобождения из Туруханской ссылки в 1917. И его сразу избрали председателем президиума и исполкома Совета рабочих депутатов Самары. А в октябре именно он возглавил революционный комитет. Также был председателем губернского комитета партии большевиков. До тех пор, пока в 1919 году не уехал на гражданскую войну, оборонять Астрахань и руководить войсками в Средней Азии. Это не памятник человеку, точнее не столько человеку, сколько памятник мифу, идеологическому мифу. Поскольку он вовремя ушел, он стал той фигурой, которая для этого мифа оказалась очень даже удобна. И появился памятник на самой большой площади, и появился город, в котором он действительно не очень много сделал, объявил советскую власть. Мог бы ее объявить кто угодно другой. Площадь, где стоит памятник, одно из центральных мест города. Здесь проходят парады победы и памяти, массовые городские праздники и концерты. Ежедневно в скверы на прогулку приходят сотни людей. Пересекая площадь, горожане бегут на работу. Но, как показал опрос, немногие самарцы точно могут сказать, чем именно прославился Валериан Куйбышев. Его именем назван город Самара в предыдущем. В его именем названа улица Куйбышева. Вот извините, пожалуйста, а кто сам Куйбышев? Я даже не смогу сказать вам. Честно говоря, не помню. Был одним из руководителей какого-то комитета на тот момент, когда произошли октябрьские события. Памятник Валериану Куйбышеву стал третьей работой скульптора Матвея Манизера в Самаре. Его авторству также принадлежат памятники Ленину на площади революции и Чапаеву у здания драмтеатра. Стоит отметить, что скульптор был недоволен своей работой, поскольку Куйбышева установили на низкой тумбе, что делает его непропорциональным и массивным. А решение об установке этого памятника городской совет принял ровно 85 лет назад, 17 марта 1935 года. В тот же год Самару на 56 лет переименовали в Куйбышев. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События.